МОНИКА БАБУК Моника Бабук стала пятой женщиной в кабинете министров Юрия Лянко. Сама она говорит, что предложение занять этот пост было неожиданным. Впрочем, согласилась она охотно. Она верит, что сможет сделать то, что не удавалось предшественникам – изменить органеграмму и состав министерства, а вместе с тем сделать развитие культуры, национальной идеей. По образованию Моника Бабук – историк, окончила исторический факультет Госуниверситета Молдовы. Затем училась в аспирантуре в Москве, в университете имени Ломоносова. 11 лет проработала консультантом в парламентской комиссии по культуре и образованию. В 2001-м ушла в банковскую сферу. Спустя 4 года вернулась в парламент на пост советника вице-спикера, а затем и спикера. Кресло министра заняла в мае 2013-го. Замужем воспитывает дочь и считает, что семья для женщины важнее карьеры. Добрый день, Моника. Я рада, что вы приняли наше приглашение. В одном из интервью, примерно через два месяца после назначения, вы говорили, что это очень большая ответственность, к которой тяжело привыкнуть. Сейчас вы освоились уже? Ну, более-менее, что называется. Потому что освоиться, собственно говоря, с такой ношей не так просто даже за полгода. Но сейчас я чувствую себя немного более уверенной, чем в начале этого пути, потому что люди из области культуры мне в большинстве своем знакомы и близки, близко то, чем они занимаются. Но ответственность человека, который как бы государством поставлен всем этим заведовать, если можно так выразиться, она, конечно, накладывает свой отпечаток на то, каким образом я отношусь к работе и к состоянию дел в этой области. Что вам по-прежнему дается тяжелее всего? Знаете, тяжелее всего мне удается то, что я не успеваю просто ответить всем запросам тех людей, которые хотят со мной встретиться. Потому что я человек открытый, я люблю вообще людей. И общение с ними приносит мне обогащение человеческое. И как бы я ощущаю и свою обязанность. Но когда практически каждый день цифра этих людей зашкаливает за 50, то это просто, конечно, становится невозможным, потому что есть и другие дела. Это как бы дается мне с трудом, потому что я ощущаю свою вину перед теми, с которыми я должна переносить эти встречи. Но они все равно происходят, рано или поздно. И я считаю, это очень важным фактором в работе, общении с людьми. А кто они, эти люди, которые приходят к вам? Очень разные люди. Вчера, например, я встречалась с Перидоном Вангелий. Мы говорили о закрытии года, который носит его имя, года Вангелия. И это была великолепнейшая беседа, которая длилась полтора часа, потому что с такими людьми, собственно говоря, и невозможно встречаться на 15 минут. Вместе с маэстро мы говорили вообще о жизни, о его жизни, о том, как он пришел в творчество, каким образом родился Гугуцик, какую роль в этом сыграла его семья, его жена великолепная, Элеонора Вангелия. И иногда, зная, что просто невозможно продлевать дальше беседу, потому что за этим стоят еще огромное количество дел, думаешь, господи, ведь это же история, и нужно слушать и говорить с этим человеком, потому что это все нужно помнить. А с другой стороны, вчера же встречалась с председателем Совета профсоюзов работников культуры, то есть вещи, наоборот, очень прагматичные, может быть, менее интересные публики, но очень важные для людей, которые работают в культуре, потому что мы каким-то образом должны все-таки прийти к тому, чтобы наше общество приняло и поняло ту нашу идею, по которой культура, национальная культура должна стать национальным приоритетом. Просто должна. Потому что я глубоко уверена, что то, с чем мы приходим в Европу, и не только в Европу, просто в мир, как народ, в первую очередь это будет наша культура, наше достояние. У меня было огромное состояние, огромной радости и приподнятости, потому что мы смотрели онлайн-конференцию ЮНЕСКО в Баку, которая впервые включила в список национального мирового достояния культурного досье Республики Молдова, в котором участвуют и Румыния, и Республика Молдова, по нашему обычаю Колинда Тенчата де Барбать. То есть это событие огромной исторической важности. И я считаю, что чем больше мы станем известным миру посредством своей культуры, тем более интересным народом и во всех отношениях, экономическом, и политическом, и социальном, мы будем для всех. Вы говорили, что приходится расставлять приоритеты, год заканчивается, а на следующий год каковы они? Вы знаете, приоритеты, собственно говоря, они были выписаны в стратегии развития национальной культуры, которую мы надеемся провести через правительство, чтобы правительство приняло постановление об этом. И эти приоритеты означают, собственно говоря, развитие нашей культуры в двух основных направлениях. Первое – это сохранение и продвижение нашего национального культурного достояния. И второе – развитие культурных индустрий. Этот термин не очень известен публике, иногда он рассматривается по-разному. На самом деле, значит, мы должны сконцентрироваться на двух основных вещах. У нас огромное культурное достояние, просто огромное. И материальное, то есть то, что построено, то, что у нас сохраняется в музеях. Народные промыслы, о которых мы знаем, то есть это работа по дереву, то есть это керамика и так далее. Но с другой стороны, мы должны развивать современный подход к этому. Мы не можем просто сохранять эти вещи, потому что время наступает нам на ноги. Современность – это время, когда нужно смотреть по-другому на культуру. Культура должна стать не только областью, которая все время требует денег, внимания и денег. Понимаете, культура может, должна и может стать источником денег для, скажем, государственного бюджета посредством развития этих культурных индустрий. Потому что все, что делается в сфере культуры, а это и театр, это и кино, это и индустрия моды, это и организация праздников, если вы хотите, в хорошем смысле этого слова, когда этим занимаются профессионалы, люди с великолепной подготовкой, знающие и традиции, но знающие и современные тенденции. Все это означает культурные индустрии. Конечно, мы не можем сравниться, может показаться банальным это сравнение, но ведь Голливуд или Болливуд – это культурные индустрии, которые приносят огромные деньги, понимаете? И тот факт, что у нас есть где учиться этим вещам, и мы сами можем привнести в развитие культурных индустрий свой вклад, я уверена, что если мы будем развиваться в этом направлении, и наша культура, и наш народ, и публика, которая, собственно говоря, вкушает, если можно так сказать, плоды культуры, будут наблюдать результаты, которые будут нас радовать. Но если относиться к культуре, скажем так, условно, как к бизнесу, это требует больших вложений. Конечно. У государства этих денег нет. Насколько я знаю, ваше министерство получает, ну, бюджет очень скромный. Да, вы правы. Вот. Как же с этим быть? Вот. Начнем с того, что мы будем бороться за то, чтобы культура стала национальным приоритетом. Я уже говорила об этом, это не идея-фикс, это идея, которая зиждется именно на том, что мы считаем, что изменив свое отношение к культуре, даже, в первую очередь, что касается финансирования, мы можем привнести свой вклад и, скажем, фидбэк, то есть, когда культура будет вкладывать в государственный бюджет. Но не только это. Конечно, мы не можем останавливаться только на бюджетных вливаниях в область культуры. Существует огромное количество способов и методов, которые мы должны изучить и с которыми должны быть знакомы, и которые настолько популярны уже везде в мире, что мы должны понимать, что вообще культура – это многонациональная, скажем, область. В конце декабря будет объявлено о огромной культурной программе Евросоюза, которая называется «Европа креатива». На протяжении семи лет Евросоюз будет вкладывать в эту область порядка полтора миллиарда евро. Это означает, что эти деньги будут распределены странам Евросоюза, в первую очередь, конечно, но и странам, являющимися партнерами Евросоюза, мы можем себя считать уже таковыми. И мы можем участвовать в обсуждении этих проектов и должны участвовать. И мы можем в связи с этим получать гранты на развитие определенных областей культуры, искусства, народных промыслов, национального наследия культурного и так далее. То есть нужно искать. И это, скажем, один из источников. Потом у нас существует огромное количество симпатизирующих нам партнеров из государств, с которыми у нас есть давние дипломатические отношения. Вот недавно я была в Польше по приглашению министра культуры Польши. И я вам хочу сказать, что мало того, что мы там три дня очень плотно изучали опыт развития кинематографии, ну традиционно, Польша, конечно, является одним из лидеров европейского кино, польского театра, польского института культуры, потому что у них есть два института, которые занимаются продвижением польской культуры в мире. Один из них является подразделением Министерства иностранных дел, другой из них является подразделением Министерства культуры. То есть эти люди говорили мне о том, что мало того, что бюджет Министерства культуры в прошлом году составлял порядка 700 миллионов евро... Мы можем только завидовать, да, я понимаю. Конечно, конечно. Ну завидовать хорошо, красиво, потому что зависть вообще не очень хорошее чувство. Вот. Но помимо этого, порядка 500 миллионов евро они получают еще из программ, которые финансируются Евросоюзом. Вот что означает и для культуры вот это сообщество. Мы договорились об определенных вещах, которые будут рассматриваться в нашем соглашении между нашими министерствами и государствами, о том, каким образом Польша может содействовать, например, развитию кинематографии в Республике Молдович, возрождению, не только развитию, но возрождению. Потому что у них есть для этого и опыт, и законодательная база, и желание, что самое важное. Поэтому я оптимистически смотрю на будущее и думаю, что если мы сумеем надлежащим образом себя мобилизовать, мы сможем определенные изменения, которые будут чувствоваться нашей публикой и людьми, которые работают в культуре, они произойдут. Если говорить о государственном финансировании, приходится вам решать по долгу службы, что действительно ценно для молдавской культуры? То есть в чем вообще роль министерства? Мы знаем, как это было в Советском Союзе. Министерство культуры огромной страны, с огромным бюджетом, выступало заказчиком произведений искусства, тех же картин, книг и так далее, фильмов, и оплачивало работу режиссеров, художников и прочих. Как теперь это происходит? Ну, конечно, механизм совершенно другой. Бюджет министерства культуры, как вы сами заметили, не такой уж большой. На 2014 год планируется это порядка 290 миллионов лей. И я вам хочу сказать, что где-то 80% этого бюджета идет на обеспечение заработной платы людей, которые работают в культуре. И это только в тех учреждениях, которые субординируются Министерству культуры. Потому что те культурные сообщества и организации, которые работают на территории республики, они финансируются местными властями. Так, во всяком случае, предвидит закон о местном самоуправлении. То есть вы можете понять, что от 100% остается, когда 80% идет просто на зарплату и на оплату коммунальных услуг. Но у нас есть продвижки в этом отношении. То есть уже второй год у нас существует финансирование культурных проектов. Это еще не очень большая сумма. В нынешнем году и в следующем году это будет означать 2 миллиона лей. Но это предусматривает совершенно другой механизм финансирования. То есть культурные сообщества, а это ассоциации общественные, это неправительственные организации, творческие союзы, вот эти три категории, могут представлять Министерство культуры. Создают жюри из профессионалов во всех областях культуры, ну во всех, которые возможны. То есть это литература, музыка, театр, кино. Но, значит, они представляют свои проекты туда. Существуют определенные критерии, которые рассматриваются очень скрупулезно. И вот это жюри выбирает проекты, которые соответствуют тем требованиям, которые там выдвигаются, и финансирует эти проекты. Конечно, суммы там не очень большие. Ну, к примеру, в прошлом году известный у нас фестиваль документального кино «Кронограф» был финансирован посредством этой программы порядка 150 тысяч лей. Это может быть не так уж много, но это и не мало в масштабах Республики Молдова. И мы рады, что такие вещи происходят. Или, например, любимейший мной фестиваль, который организует группа «Тригон» – «Этноджазфест». Также был финансирован порядка 50 тысяч лей. Это может быть малая толика из того, что тратят творческие люди, когда организуют эти фестивали. Они ищут спонсоров в лице крупных экономических агентов, компаний, которые с удовольствием им помогают. И я считаю, что это очень перспективное дело. И я уверена, что суммы по отношению к финансированию проектов будут расти. И вообще перспектива будет именно такая. То есть вы представляете проект. И он должен иметь не только фантастически интересную и хорошую, и полезную идею. Потому что с идеей, конечно, можно говорить об идее. Вот я хочу, например, организовать огромный фестиваль, который будет, там, можно сравнить с театральным фестивалем в Авеньоне. Но от того, что можно сказать, вернее, обозначить эту идею, а потом ее организовать, очень-очень длинный путь. И человек, который приходит с этой идеей, должен понимать, что его ответственность, собственно говоря, состоит не только в том, чтобы сформулировать идею. Нет, он должен сформулировать и путь, по которому он пройдет вместе со всеми своими, так сказать, организациями, с государством и со всеми другими спонсорами, любителями театрального искусства, которыми они все вместе придут к конечному результату. Абсолютно, да. Бизнес-план и все сметы, и все... Ну, я не хотела, как говорится, это все обозначить только финансово, потому что там есть и огромная творческая компонента, которую тоже нужно очень хорошо рассмотреть. Есть ли там концепция у этого фестиваля, и хорошо бы, чтобы она была. Потому что просто приглашать театральные коллективы, потому что там я знаю кого-то там, и хорошо бы, чтобы он приехал ко мне, а я бы, чтобы поехал к нему. Нет, давайте рассматривать по-другому. Мы хотим, чтобы к нам приезжали известные коллективы, мы хотим, чтобы к нам приезжали известные актеры. Пусть не все сразу смогут к нам приехать, или мы не всех, скорее всего, нужно так сформировать, сможем всех принять. Но когда на один фестиваль, например, приезжает, я не знаю, Сильвия Пуркаретти и Сергей Безруков, это уже состоявшееся культурное событие. Важно не просто протрубить и прогреметь о событии, но сделать так, чтобы это событие стало значимым в культурной жизни. И чтобы люди говорили, произошло, получилось. Вам лично приходится принимать решения какие-то? То есть вы говорили о том, что там решают жюри, что есть местные власти, которые финансируют большинство культурных проектов и учреждений. Лично вам, как министру, приходится принимать такие решения? Конечно, каждый день. Поверьте мне, это очень непростая задача, и приходится все время себя в первую очередь подвергать какой-то внутренней цензуре, понимаете? Потому что когда ты выходишь к определенным решениям, ты понимаешь, что от этого зависят судьбы или проекты людей, которые работают в культуре. И это означает огромную ответственность. Но я, когда прихожу к определенному выводу, я всегда пытаюсь очень строго следить за тем, каким образом моя точка зрения, скажем, может влиять на какие-то определенные решения. Но я всегда открыта к диалогу и к дискуссиям, и всегда готова выслушивать аргументы людей, с которыми я работаю. То есть далека от меня идея какого-то диктаторства в этом отношении. Но решение министр просто обязан принимать иногда и сам. Я хотела спросить, много ли изменилось в министерстве с вашим приходом? И кто эти люди, с которыми вам приходится работать, ваши подчиненные? Когда я пришла в министерство, я удивилась сама тому, что в министерстве культуры работает 41 человек, понимаете? Это очень мало для такой огромной области. Для того, чтобы люди, которые работают в министерстве культуры, были восприняты как эксперты, они должны очень много работать над собой. Я говорю не о тех, которые работают сейчас, а вообще, хотя и о них тоже. Мы объявили конкурс на замещение многих должностей. Мы ждем молодежь. Она должна привнести новые веяния в работу в министерстве культуры. Я уверена, что так произойдет. Стоит ли понимать, что сотрудники с большим стажем работы, которые долгие годы занимают свои посты в министерстве культуры, они как бы отстали от жизни? Известный зоолог, академик, россиянин Никита Зверев, когда его спросили, послушайте, как вы думаете, что лучше, чтобы в вашем институте, это был институт зоологии, российской академии наук, работали бы молодые или все-таки люди в возрасте, старые, те, которые, скажем, имеют опыт, титулы и так далее. Если будут работать только старики, это будет трагедия, но если будут работать только молодые, это будет комедия, понимаете? То есть мне очень нравится эта цитата, и понятно, что нужно очень гармонично эти вещи связывать всегда. И институциональную память людей, которые работали и проявили себя с очень хорошей стороны, нужно, конечно, сохранять. Но без молодежи, без этого и рвения, и другого видения жизни, и других подходов, которые просто исходят из молодости, без этого невозможно. И в министерстве культуры это актуально как никогда. У нас есть очень хорошие работники, которых я бесконечно уважаю, но когда они уже близки к 70-летнему возрасту, это просто в таких учреждениях, как в министерстве, просто тяжело работать, потому что нужно разъезжать, нужно учиться, нужно владеть языками. Понимаете, в чем дело? Вот недавно у нас предложение было отправить на очень важный для нас тренинг по художественному менеджменту, по менеджменту в культуре вообще, в Китай, на двухнедельную поездку. Но там требовался, значит, заведующий отделом, который был бы моложе 45 лет. Нам было очень трудно найти такого человека. Понимаете? Поэтому мы работаем над новой структурой, и у нас будут работать молодые. Но это будет не комедия и не трагедия. А что вы можете им предложить? Зарплата очень скромная, и молодежь нужно больше. Послушайте, я им могу предложить счастье работать с людьми культуры. Я им могу предложить перспективу стать людьми, которые будут пионерами в культурном менеджменте. Это огромная перспектива. Понимаете, в чем дело? Я уверена, что культура станет прибыльным, скажем так, ну, может быть, не так, как золотодобыча или там газы и нефть, да? Но в плане обеспечения нормальной, достойной жизни молодой семьи, я не думаю, что все мечтают прямо стать миллиардерами. Я никогда не мечтала. Я хотела жить нормальной, спокойной, красивой жизнью так, чтобы я и моя семья могла пойти в театр, на концерт, съездить куда-то в отпуск. Может быть, не на Сейшельские острова и так далее, но посмотреть, например, Рим, мне как историку очень хотелось бы этого, да? Или Афины, или другие вещи, которые очень важны для культурного образования каждого человека, понимаете? Поэтому перспективы для молодежи, поверьте мне, той, которая привязана душой к культуре, они огромны в Министерстве. Я приглашаю посредством вашей передачи молодых к нам. Ну, о перспективах мы еще поговорим. Давайте сделаем короткую паузу. Хорошо. Вернемся к разговору через несколько минут. Ноника, вы говорили о том, что в Министерстве грядут перемены большие. А как же быть вообще с театрами, творческими коллективами? То есть там тоже нужны перемены? Как вы считаете, нужна ли свежая струя и на какой стадии развития у нас находится современное искусство? Я хотела вас спросить, по-вашему. Вы знаете, к счастью, искусство и культура развиваются по собственным законам. Понимаете, в чем дело? Люди живут в современном мире. Они, к счастью, в данном случае к счастью, у нас существует интернет, социальная сеть, люди стали ездить по миру. Поэтому все, что происходит в мире вообще в культуре, оно происходит и у нас здесь. Потому что мы не существуем в каком-то анклаве, закрытом и так далее. У нас развивается и театр. Художники, великолепные художники, театральные деятели у нас. У нас существует хорошая школа исполнительская и канто, и инструментальная. Просто великолепная школа. Я не примену сказать, что ректор Гнесинского училища, мы недавно встречались в Минске на одном совещании министров культуры, сказал мне, госпожа министр, присылайте к нам ваших скрипачей. У вас такая скрипичная школа. Мы их принимаем без экзамена. Пожалуйста. И сказал, хорошо, мы будем вам присылать, но вообще-то мы хотим, чтобы они остались у нас. Понимаете, в чем дело? То есть люди нас знают и ценят. И то, что происходит у нас, это означает мировой процесс развития культуры. Другое дело, каким образом государство способствует этому. Понимаете, в чем дело? Тут, конечно, есть еще над чем поработать. И опять, я не хотела бы, чтобы все оставалось только на уровне финансирования. Хотя оно, конечно, очень важно и может быть основное. Но должны быть расставлены приоритеты, должны быть найдены эксперты, которые будут указывать путь. И мы хотим с ними дружить. И я уверена, что так оно и будет. И с кинематографистами, и с театральными деятелями. Потому что они делают фестивали, они делают премьеры за свой счет. Государство пытается им помогать. Определенным образом это происходит. Но этого мало я знаю, что многие из них довольно-таки обижены на министерство и на государство. Мы будем над этим работать. Но я вам хочу сказать, что, еще раз, культура, слава богу, развивается по общемировым законам. И наша задача, как министерство, соответствовать этому мировому развитию и делать все, чтобы наши деятели культуры понимали, что министерство культуры не против них, а с ними заодно. За то, чтобы наша культура, наше искусство, литература, музыка развивались. Таланты у нас есть и всегда будут. Поэтому мы должны заботиться о том, чтобы их сохранять и продвигать. Понимаете, в чем дело? И такие люди у нас есть и будут. У нас есть методия Бужор, которого знают все, как оперного певца, прославившийся себя на Большом театре и в Мариинском театре. У нас есть Валентина Нафорница, которая работает в Венской опере, пением которой мы наслаждаемся. У нас есть Борис Эйфман, балетный театр, которого мы ждем на Мартишору в 2014 году. У нас есть Раду Поклетару, которая работает великолепно хореографом в киевском балете. И я вас уверяю еще раз, что те люди, которые учатся у нас и в художественных училищах, и в музыкальных училищах, и в нашей Академии искусств, они еще покажут миру себя. Я очень хочу, чтобы все усилия, которые Министерство культуры сейчас предлагает к тому, чтобы и художественное образование у нас развивалось более стремительно и в соответствии с мировыми тенденциями, помогло этим молодым талантам себя проявить и заявить всему миру о том, как талантлива Молдова. Ну понятно, что вы по долгу службы отслеживаете все культурные события, бываете на фестивалях, на выставках. Всегда ли получается получать удовольствие от этого? То есть всегда ли то, что вы видите, вам нравится? Конечно, есть личные предпочтения, безусловно. И не всегда получается получить удовольствие. И я вам объясню, почему. Есть банальная, извините меня, суета-сует. Понимаете? Потому что, когда приходишь на художественную выставку, ты должен оставить где-то там за порогом все заботы, которые над тобой давлеют, все проблемы, с которыми ты сталкиваешься, и погрузить себя вот в это искусство. Погрузить, ощутить, вкусить. Погрузить, это не всегда получается. Потому что время просто терзает тебя. И ты думаешь, что нужно успеть, нужно сделать, нужно встретиться, нужно еще пойти туда и туда. Понимаете? Вот я вам дам один пример. Недавно я была на открытии фестиваля, который традиционно организовывает театр «Улицы Рос», который я очень люблю. И его руководителя Юрия Хармелина за то, что он, я выразилась на открытии этого фестиваля, «Человек факел», который горит и своим этим горением зажигает людей, которые вокруг. Это великолепная публика. Театральные коллективы, которые приехали из многих стран. Я открыла этот фестиваль и немножко осталась только на открытии мюзикла. Потому что в тот же день и в тот же час происходила премьера фильма «Кулорили» Верики Мешина. И мне хотелось быть и там, и смотреть эту премьеру. Потому что я помню другие работы в Верике, в первую очередь про Крусова ложа. Я считаю, что это один из лучших фильмов нашей кинематографии. И тогда я почувствовала, как все-таки плохо, когда нет времени посвятить себя событию, в котором ты участвуешь. Что будет с театрами нашими? Потому что многие задаются вопросом, то есть даже сами театральные деятели говорят, что не осталось места экспериментам, что есть какие-то трупы, которые где-то по подвалам собираются, им негде играть. Люди есть, проекты есть, но им негде это показывать. То есть была даже такая идея звучала, чтобы государственные театры им, скажем, на один день в неделю сдавали свои сцены. И насколько я понимаю, приватизация неизбежна все-таки. Вы знаете, я считаю, что, во-первых, приватизации бояться не надо. Я вам приведу тоже конкретный пример. Я говорила с одним из самых известных и престижнейших наших режиссеров, актеров и так далее, Петру Вудкерел, с которым я говорила вообще о проблемах приватизации театра. Он мне сказал, ты знаешь, мы сейчас уже готовы к приватизации. Мы готовы приватизировать этот театр. То есть не они сами, но мы готовы к самому процессу. Люди, которые следят за театральным или вообще культурным процессом, понимают, что избежать этого вообще нельзя. Поэтому меня немного смущает, когда эти вопросы просто поднимаются для дискуссии. Они сразу вызывают такой, как вам сказать, поток критик и отчуждений такого состояния войны по отношению к тем, которые выдвигают эти идеи. Послушайте, огромное количество престижнейших театров в мире, это частные театры, приватизированные, понимаете. И это делается не только, так сказать, из любви к искусству, исходя из определенных финансовых состояний и театров, с одной стороны, и меценатов, которые понимают, что вкладывая в это искусство, они могут не только проиграть, но и выиграть, понимаете. Поэтому люди, которые следят за процессом театральным в мире, они понимают, что правильно организовав один театр, зная театральный менеджмент, включившись в этот процесс, они могут выиграть даже, став приватным театром. Проблема только в другом. Я понимаю, чего люди боятся у нас, что когда, например, могут произойти определенные приватизационные процессы, мы можем просто лишиться театра, понимаете, в чем дело. И это правильно поставленная точка над «и». Да, мы должны стремиться к тому, и мы должны все делать для того, чтобы, если театры будут приватизированы, те из них, которые, скажем, по определенным критериям, будут этому соответствовать, так сказать. Все это будет обсуждаться и с коллективами, и с союзом театральных деятелей. Но если к этому придет, то категорическое условие в этом процессе будет то, чтобы это учреждение культурное сохранило свой профиль, чтобы оно, собственно говоря, осталось театром, понимаете. И я уверена, что Юджинию Неску, например, останется не только на плаву, но также останется серьезным и известным театром, будучи частным или государством, потому что там работают люди искусства. Важно только учиться управлять этим, потому что финансовый вопрос и экономическая сторона, она немаловажна, и она иногда может привести к определенным казусам, которые очень становятся неприятны для творчества, но избегать этого нельзя. И, кстати, об этом заканчиваю, что в этом году у нас в первый раз открылась в Академии искусств специальность культурный менеджмент. И это будем развивать, потому что без этого уже просто нельзя. А что касается экспериментов, я с вами абсолютно согласна. Я знаю все театральные эксперименты, которые происходят. Многие из них я посещала. Например, театр, который существует на базе Академии искусств, который поставил несколько спектаклей. Например, последний из них Эдит Пиаф с Ириной Буклинка. Или театр с Палатурей. Это, конечно, эксперименты молодежные. Они вызывают дискуссии, не всеми принимаются. Но однозначно то, что им нужно дать возможность себя проявить. И как идея я с вами абсолютно согласна. Но я знаю, что многие театры это делают. Например, я знаю, что в Национальном театре малая сцена. Очень часто была отдана молодежи под эксперименты. Там работала Луминица Цикл, насколько я помню, со своими проектами. И многие другие молодые художники. Но я готова, чтобы мы обсуждали с молодыми экспериментаторами в области театра. Вообще, каким образом поставить это дело так, чтобы... Пусть они приходят со своими предложениями, чтобы театры открыли для них свои площадки, для их экспериментов. Я уверена, что это возможно. И тут нет никаких каких-то противоречий таких глубоких. У нас не так много времени остается. Давайте о личном поговорим. Расскажите о своей семье. Думаю, это так интересно. Думаю, да. Чем занимаются ваши супруги? И дочь у вас уже довольно взрослая, да? Да, ей 18 лет. Вы знаете, у меня нормальная обычная семья, но я счастлива сказать о том, что в этой нормальной обычной семье существует самое важное, что должно быть в семье. Тепло и взаимопонимание. Я просто... у меня огромная благодарность к членам моей семьи, к своей дочери, к своему мужу, к своим родителям, которые на протяжении многих лет понимали и поддерживали меня. Это важно для человека, который работает в этой позиции, если можно так сказать, потому что это очень тяжелое бремя для семьи. Это бремя, в котором мама, жена, дочь очень часто отсутствуют дома. И когда не существует понимания и тепла, то, поверьте мне, это очень сложно, значит, нести на себе эту ношу в первую очередь. Меня Бог наградил такой семьей, которая меня воодушевляет, поддерживает. И для меня это настолько важно, что я считаю себя просто обязанной кровно таким же образом соответствовать. И в те моменты, в которые мы бываем вместе и ходим куда-то или помогаем друг другу и так далее, я пытаюсь восстановить то, что в определенное время не могу осуществить в своей семье. Мой муж инженер, он закончил сельскохозяйственный университет, учился в аспирантуре, как и я в Москве. Он очень умный, интеллигентный человек, начитанный, очень добрый и тонкий. А это самое важное. Моя дочь человек необыкновенный, потому что она очень любит искусство, она читает много, она рисует, она изучает японский язык, японскую культуру. Мне с ними удобно и приятно и молчать в том числе. А еще я хочу сказать, если уж вы спросили меня о личном, родители тоже сыграли огромную роль в моей жизни, это настоящие сельские интеллигенты. Мои родители были детьми своего времени, военного и послевоенного времени, они были детьми крестьян, но это люди, которым был свойственен некий аристократизм внутренний, духовный. То есть я выросла в семье, в которой всегда был культ книги. Я читаю с четырех лет на двух языках, у нас была большая для того времени библиотека, и этот культ был совершенно непоказным, и меня никто не заставлял читать, просто мои родители сами читали, понимаете. Вот это к тому, каким образом нам нужно воспитывать детей. Ничего не надо говорить, надо просто самим делать в то, что ты веришь. Вот так произошло в моей семье. Я много читала. Тогда, в то время, когда телевидение было еще воспитательным и культурным фактором, мы вместе смотрели, например, с моими родителями театральные постановки. Мы с ними ездили, хотя я родилась в селе, в Бардере, благо, что это близко от Кишинева, где-то с третьего класса у меня был абонемент в Театрный Национальный Театр, имени Пушкина тогда он назывался. И всех актеров, и все постановки начинают. Валерия Купчи, Вениамина Апостола, Чутака и так далее. Я помню еще с тех лет. Я помню, что мы вместе с родителями смотрели международную панораму Бовина и кинопанораму с Капраловым, а позже с Альдаром Рязановым. И хотя сейчас это кажется смешным, но это были энциклопедии культурной жизни, понимаете. И если мои родители старались в то время, чтобы мы в Национальном дворце могли бы посмотреть концерт той же Лилии Ивановой, что сейчас кажется каким-то ископаемым и так далее. Но это был голос мирового уровня, болгарской исполнительницы. Или той же Лолиты Торрис, аргентинской певицы, которая приезжала в Кишинев уже будучи, уже в годах. Но это оставляет в душе ребенка неизгладимый след. И то, что я сейчас делаю в культуре, это благодаря тому, что вложили в меня мои родители тогда. Я им очень благодарна за это. Давайте закончим кратким глицопросом, если вы не против. Когда вы последний раз были в театре? На премьере с Тауа Луи Гугуца в театре Ликурич. Я очень хотела посмотреть этот спектакль, потому что это был последний спектакль, над которым работал Титус Жуков в партнерстве с Даной Струнгару, молодым режиссером. И для меня это было огромное событие. Вообще все, что касается театра, для меня это свято. Кто ваш любимый кинорежиссер? Ой, трудно ответить на этот вопрос. Кино вообще часто смотрят? Смотрю и очень люблю. Очень люблю старые советские фильмы. Ну, хорошие из цикла Альдара Рязанова и так далее. Рязанова обожаю. Обожаю. Ну, наверное, может быть, это слишком общий будет, скажем, потому что все его знают и любят и так далее. Ну, что поделать, если у меня совпадают, скажем, человеческие симпатии с творческими, и с тем, как Рязанов, потому что я чувствую в этом человеке и в его фильмах не просто какое-то творческое видение, а свое личное видение жизни, да, и судик. Я люблю американское кино, но в его лучших проявлениях. Я люблю Милоша Формана, например. Его «Полёт на днездом кукушки» и то, как там сыграл Джек Николсон, мне кажется, это одна из вершин. Вообще Николсон — это великолепный актер. Я очень люблю Седжу Леони, я люблю «Однажды в Америке». Хотя там говорят о гангстерах и так далее, но посредством этого можно говорить о очень высоких вещах в жизни. Я люблю грузинское кино. «Не горюй» — это шедевр мирового искусства. И то, как там сыграл молодой Вахтанг Кикабидзе. Это вещи, которые никогда и никого не могут оставить. Я люблю новое российское кино. Я очень люблю, не всё, но, например, «Обитаемый остров» Бондарчука. Например, обожаю Машкова. Никогда не смотрю сериалы, но «Ликвидацию» смотрела раз десять, наверное, потому что это вершина. Какую книгу вы сейчас читаете? Вы знаете, я здесь сочетаю параллельно несколько книг. Я читаю сейчас Анну Гавалда, перечитывая, скорее всего. Это французская... Я очень люблю французскую литературу. Я люблю женщин в этой литературе. Я очень люблю Франсуазу Саган. Я люблю Тресси Шевалье, она не француженка. Вообще, я считаю неправильно, когда говорят, что женщины писательницами не могут быть. Я обожаю, например, Викторию Токареву. Я обожаю Людмилу Улицкую. Но я люблю и вот француженок более такого молодого поколения, потому что я вижу какие-то абсолютно параллельные своим чувствам и видениям жизни вещи, которые они пишут совершенно простым, казалось бы, обыденным языком. Например, последняя ее книга, если перевести на русский, «Я хотел бы, чтобы меня тоже кто-то ждал». Это название маленькой новеллы. И в этом глубокая суть жизни, понимаете? Каждый человек, будь то гениальный актер, великий политик, известный человек, крестьянин, который обрабатывает свой огород, учитель сельский, или, я не знаю, кто бы то ни был, это человек, который постоянно ощущает необходимость любви. И вот когда человек с таким мастерством и в то же время с простотой об этом говорит, так, как это делает Анна Гавалда в своей книге, во всяком случае, для меня это очень близко. И я с удовольствием читаю и перечитываю ее сейчас. Спасибо вам, Моника, за откровенность. Спасибо за то, что вы согласились принять участие в нашей программе. Спасибо вам за приглашение и успехов в вашей программе. Спасибо вам за просмотр! Спасибо вам за просмотр!